МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, в эфире программа «Городская среда». Сегодня обойдемся без прелюдий. Вчерашний ливень, мне кажется, расставил многие точки над всеми буквами «И». У нас в гостях муниципальные советники от партии социалистов Республики Молдова Виталий Мукан и Александр Денцов. Здравствуйте. 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 Самая актуальная тема, которая обсуждается на протяжении сегодняшнего дня, это последствия ливня, вчерашнего ливня, который все мы были, во-первых, свидетелями того, как это происходило и насколько, наверное, безжалостно природа бывает в эти минуты к нам людям. Я сам возвращаюсь с работы в начале 10 вечера, наблюдал за тем, как по бульвару или по проспекту Мира плыли ящики близ стоящего рядом рынка возле магазина Будапешта. Они реально переплывали все эти газоны и куда-то там стремились вниз. И эти реки, так сказать, нашей Молдавской Венеции натолкнули меня на мысль о том, что ведь непонятно, каждый дождь становится чрезвычайной ситуацией для нашей столицы. Вроде как под нами ливневки существуют, какие-то канализационные трубы, какие-то объемы воды может пропускать эта система. А тем не менее мы наблюдаем, что это неизбежно тонут автомобили на улице Альбешвара возле ЖД вокзала. И это уже такая, в каждый ливень собираются зеваки поснимать с моста, как это происходит и чей автомобиль быстро вытонет. Но тем не менее, шутки в этой ситуации в сторону. А вот как быть кишиневцами дальше? Потому что, смотрите, разгул стихии может не остановиться только на таком ливне, который был вчера. Может быть, смотрите, в России 1 июня и снег выпал. У нас не исключено тоже будет, что невозможно что-то подобное. И все-таки эта актуальная тема заставляет поговорить о ней сквозь призму того, как устроен наш город или к чему мы идем, с учетом того, как инфраструктура меняется сегодня. Возводятся очередные новострои, вроде ремонтируются улицы, и в то же время мы видим ливневки или отсутствие ливневок. Мы наблюдаем. То есть, вот картина непонятна. Что вы наблюдаете в Министинском совете? Мы наблюдаем с 2007 года зима нежданно-негаданно для муниципальных служб. Вдруг появляется снег, дождь, вдруг нежданно-негаданно, хотя на все есть прогнозы погоды. Это говорит об абсолютной неуправляемости или отсутствии управляемости или нежелании управлять городом муниципальными службами. Да, большая часть улиц в муниципе Кишинево не оборудованы ливневой канализацией и стоками воды для ливней. Второе. Стихийное бедствие. Есть стихийное бедствие. И зачастую норма осадков, которую за один день выпадает, двух-трех месячных норма осадков. Понятно, любой город с любой ливневкой может не выдержать это. Но в вчерашней ситуации пару дней назад эти ливни показали следующее. То есть у нас до этого были дожди, относительно небольшие дожди. Естественно, дожди смывают грязь, песок смывают. Песок, грязь у нас потому, что не высажена трава, коммунальные службы не работают. И давно было исследование, и, кстати, на это определенное количество денег было потрачено. В случае высадки трав, загрязнение дорожного полотна грунтом значительно уменьшается. То есть уменьшаются расходы на вывоз и очистку дорожного полотна от земли. Меньше пыли в городе. Меньше пыли и так далее. Прошло несколько дождей. Эта грязь смылась в эти ливневки. Ливневка засорилась. Если мы знаем и по прогнозам погоды, и заранее предупреждаем, что, ребята, в ближайшие две недели ожидаются сильные осадки. Имело бы смысл в усиленном порядке, в аварийном режиме, в несколько смен заставить коммунальные службы очищать эти ливневки. Таким образом, сама нагрузка на эти ливневки и на улицы была бы значительно снижена. И не было бы таких потопов, которые мы наблюдали. Что касается таких улиц, как Василий Александрий, Ханческое шоссе, которые уже с давних времен, я проживаю на телецентре, с давних времен не оборудованы ливневкой. Здесь необходима, конечно, реконструкция. Что касается негрузы, у нас, мы говорили в предыдущей передаче, о том, что воруют деньги благодаря изменениям в проект и увеличением количества, то есть самого времени, срока сдачи. То есть, эта ливневка должна была быть готова осенью еще. То есть, она могла бы на себя нести определенную нагрузку и достаточно снизить затопляемость улицы Албешара, площади ЖД вокзала и так далее. А так мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. И, возможно, Анишара, супруга нашего человека, который занимает пост примара, может быть, сделает ему дырку в голове, как говорится, народе. В связи с тем, что ее машина также остановила на улице Албешара. Это, конечно, не облегчает участь тех людей, которые пострадали в результате этого ливня, но, возможно, человек будет задуматься. Получается, если продолжить Ваше замечание, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но в данном случае, наверное, пока домашний скандал у Дарины Киркак не случится. Видимо, он еще не изменится в нашем городе. По этому вопросу я еще хочу добавить, что коммунальные службы должны были работать еще весной, когда весь песок, который они зимой посыпали улицы, не был убран. И этот песок сейчас оказался в этих ливневках, то есть в этих канализациях. И, конечно, песок, он забивает все канализационные трубы, и поэтому мы имеем то, что имеем. Это показывает то, что коммунальные службы не работают, то, что город не управляется, и живут как-то сами по себе каждый. Ну, вот как расценить бездействие генерального примора? Вот посмотрите, ливни случились не только в нашей столице, и в регионах. На севере очень много было выпало осадок, и даже в виде града. И кабинет министра во главе с Павлом Филиппом провел экстренное заседание по вопросам минимизации ущерба. У нас в Кишневе подобного ничего не происходит. То есть, хотя в социальных сетях даже сами кишневцы пишут, а почему наш столичный мэр в это время отдыхает и не созывает экстренно образом муниципальные службы, для того, чтобы готовиться, мне кажется, смотрите, желтый код опасности. Он сегодня продлен. Он еще продлен, и это тоже, говорю, чревато тем, что, может быть, не выпадет опять какой-то рекордный уровень осадок. В городе я не видел каких-то служб, которые занимаются, вот ты специально по улице Лбешара проехал, не видел каких-то служб, которые, может быть, они уже очистили, но я сомневаюсь в этом, которые занимаются очисткой этих ливневок, хотя вот на сегодня, на вечер опять обещали сильные дожди. А объясняется тебе очень просто, самой сущностью этого человека и его профессии. Ну, какая профессия? Шоумен. Вести развлекательные передачи. Вот он ведет развлекательные передачи. Вот на понедельник на Планерке он рассказывал. Удивлялся, почему-то вдруг в институте, а именно премьерии муниципи Кишинев, который Центр по борьбе с коррупцией неоднократно называл самым коррумпированным органом республики, он удивлялся, почему-то вдруг аресты, хотя там украли миллиард в другом месте. Я заявлял неоднократно о том, что возможно у нас в муниципе за все это время украли гораздо больше этого миллиарда благодаря именно коррупции, которую этот человек и внедрил. Ну, если говорить даже о земельных участках, которые вот теми иным образом изымались из городского оборота, то, наверное, цена вопроса может быть в разы больше, потому что цена земли, как известно, растет. И вот сколько, по сути, отнятого кишиневцев мы сможем узнать только со временем, как мне кажется. А что происходит сегодня с ремонтом наших центральных дорожных артерий Кишинева, с Бульваром Штефановичом Марес, с Александром Негруцей и, наверное, еще с Александритом? Да, это очень важный вопрос, который мы поднимали в последнее время. Именно фракция социалистов в муниципальном совете уже этот вопрос, этим вопросом занимается много времени. Что мы имеем на сегодняшний день? Александри отремонтировали, отреставрировали, потратили деньги, которые мы должны были, это кредит, который мы должны будем возвращать. Результата никакого, результата ноль имеем. Дальше они, негруцы, восстанавливают уже полгода, больше, чем полгода. По срокам непонятно, когда они закончат. Качество оставляет желать лучшего. С этими дождями наш примар, так называемый, несколько раз делал пиар-акции, что водопад не будет. То есть нет хозяина в городе, нет человека, который бы знал, как будет развиваться город. То есть чего они хотят добиться этими улицами. По Штефану Чалмаре. Знаете, что сейчас началась реконструкция Штефана Чалмаре. Элементарно, мы, наша фракция, наша комиссия, профильная комиссия в муниципальном совете, собрала, попыталась собрать муниципальные службы вместе, для того, чтобы определиться с вырубкой деревьев и вообще с ремонтом этой улицы. Ни примар, ни вице-примар, ни лицо не догадалась собрать этих людей вместе. И когда мы их собрали вместе, они начали разговаривать между собой. То есть мы были как медиаторами между ними, для того, чтобы их собрать. То есть это получается абсолютно отсутствие коммуникации, согласованности между муниципальными службами? Полное отсутствие коммуникации и согласованности. И когда мы их собрали все вместе, оказывается, можно найти какое-то решение многих вопросов. И оказывается, они сразу начали видеть свои нестыковки. Потому что у нас как получается, приходит, приезжает одна служба, делает, как в том анекдоте, что один выкапывает, я ему от друга закапывает, а третьего, который сажает деревья, заболел. Так и тут получается. Один делает свою часть работы, но она никак не стыкуется с другими. И когда мы спрашиваем Кишино-проект, который должны наблюдать, вот Александр может более подробно об этом расскажет, Кишино-проект, который должны наблюдать за внедрением этого проекта, который сделал проектную документацию, он понятия Кишино-проект не имеет, что там происходит и как. И они уже давно ушли от проекта и не по проекту ремонтируют эту улицу. Ну а почему, например, проектанты не следят за тем, как реализуется проект? Ведь это обязанность автора проекта, ну, наверное, ответственность даже его. В данном случае проектант является частью цепочку по воровству бюджетных денег и воровству денег из кармана жителей муниципи. Если в некоторых случаях, допустим, затягивание процесса ремонта улицы можно объяснить действительно какими-то трудностями, непредвиденными обстоятельствами, но мы видим, то есть начинается с ауба июля, когда был уложен некачественный асфальт третьей степени, а должен был быть совсем другого качества. И через три месяца весной, это 2012 год, я с не ошибаюсь, и весной 2013 уже пошли трещины. Далее улица Трандефиллер тоже самое. Потом у нас ремонт улицы Колумна с финансовым скандалом, связанным с фирмой Дженези и так далее, и так далее. На все это брались кредиты, и бюджет понес большой расход. Дальше у нас улица Олега Руссо. И вот улицы, тендер, который выиграла, та же фирма, который ремонтировал Олега Руссо, она сейчас ремонтирует Негруц, а Штефан Челмария и Василия Александрия. Мы по Олегу Руссо знаем, и опыт Олега Руссо мы проектируем на опыт Штефана Челмария и Негруц. И мы видим следующее. По Олегу Руссо бюджет, выделенный на ремонт Олега Руссо, предусматривалось реконструкцию этой улицы в течение около 8 месяцев, чуть более 8 месяцев, с суммой 76 миллионов леев. То есть было выделено на реконструкцию этой улицы. В итоге потратили 120 миллионов и два с лишним года. А каким образом мы тратим больше денег, чем выделено по тендеру? И как это обосновывают? Это обосновывают следующее. Делается некачественный проект. То есть ставится проектанту на тендер неясные условия. Выигрывает, допустим, Кишинев, в данном случае выиграл Кишинев проект. Кишинев проект делает неясный, на основе неясных требований, делает неясный проект. То есть где-то у них четко запроектировано. Дальше. Примар своим распоряжением изменяет этот проект, не проходя определенное согласование. Изменение проекта уже зачастую реализовано, как мы видим, на Василии Ксандрии. То есть было внедрено, уложен асфальт и сделан бордюр. Тут приезжает вдруг примар. Ему, чуть не сказал одно вещество, ударят в голову. Вдруг приходит идея сделать необходимую парковку. Они убирают тротуар, разбирают менять. Саулеткой меряет. Да, саулеткой меряет. И он говорит, а почему здесь нет парковки? Нам в Кишиневом проекте, женщина в возрасте, инженера, если не ошибаюсь, проекта, она постесняла сказать, человек, слава Богу, не привык, вырается, но зато директор Кишинева проекта, он сказал, да, это в нарушение нормативов. То есть господин Киртуака нарушение нормативов, а своим распоряжением изменяет проект, по которому тратится дополнительное количество денег на изменение уже того, что сделано. А это откуда? Это с нашего с вами кармана, это те деньги, которые мы должны платить. То есть некачественно выполненный проект с некачественным затем отслеживанием приводит к тому, чтобы снова изымать из казна. Ставится неясная задача для проекта. Делается проект. В ходе проекта выясняется, так как проект на неясных задачах, выясняется, что куча недоделок. Эти недоделки в распоряжении Примара выполняются уже зачастую после того, как работа сами сделана. То есть полотно выложено, он говорит, переделать. А переделать что у нас, деньги откуда? Он говорит, ребята, извините, переделать, будьте любезны, выделить деньги. И они выделяют на это деньги. И вот таким образом 76 миллионов на Ле Курасо бюджет потратил 120 миллионов. На Негруца мы еще не имеем цифр, сколько было потрачено. Но мы знаем из доклада НБЦК, в связи с тем, что некачественно был проведен тендер, город уже потерял 1,5 миллиона евро. 1,5 миллиона евро выдал кредит на реконструкцию Негруца. Василий Александрич, Терфенш-Ломарь. Вот 1,5 миллиона евро бюджет уже потерял. Я не знаю, здесь, наверное, должны специальные, будем говорить, службы правоохранительных органов заниматься отслеживанием, куда эти деньги или откуда. Но уже бьет сомнение, что, допустим, Центр антикоррупции, антикоррупционная прокуратура занимается, видит свои главные задачи защитить интересов простых граждан. То есть нас с вами, потому что, в принципе, мы эти деньги в казну кладем. Из этой казны они выводятся тем или иным способом, то есть таким прочерком, там, не знаю, какой-то подписи, переложить снова тротуарами, дорожное покрытие. Это согласно закону, как должно быть. Мы говорили уже на тему украденого миллиарда, когда директор ЦенаИ знал, прокурор знал, директор СИБа знал, потому что генпрокурор. Все все знали, но миллиард почему-то украли. Все в теме, но никто не в деле. Может быть в деле, может быть в теме, мы это не знаем. И в данном случае мы видим точно такое же. И мы не раз заявляли, пока, как его стали называть, Людмила Федоровна Младшей, будет необходим в парламенте, голосование фракции либерально необходимо будет в парламенте, у него будет обеспечен временный иммунитет. Поэтому я думаю, что рано или поздно все уголовные дела, которые есть, 600 их или не 600, мы точную цифру не знаем. Федоровна заявлял о 600 уголовных дел. Я думаю, что если заработает хотя бы одно уголовное дело, этот молодой человек сядет надолго. Если бы правильно понимали избиратели, в общем-то, взаимосвязь между тем, как они, за кого они голосуют, и как в итоге становятся заложниками этой системы, и когда буквально, так сказать, растаптывается будущее и города, и наши с вами будут теменными схемами, то, наверное, может что-то поменяться. Но, честно говоря, я, разговаривая по долгу своей работой с гражданами, с простыми жителями Молдовы, Кишинева, такое двоякое ощущение, что да, нам не нравится этот столичный мэр, нам много чего не нравится, но в итоге я начинаю спрашивать, а как ты будешь голосовать? Я не определился. То есть я пока еще делал выбор, то есть он как бы отдает, дает такой шанс генеральному премару, видимо, надеяться или там питать какие-то надежды, что в будущем снова будет переизбрана, что ли? Хотя мне непонятно логично. Здесь, к сожалению, об избирательной кампании можно долго говорить, но стоит упомянуть о том, что поток информационный панок или медийный поток, он сконцентрирован в одних руках и, соответственно, вещает на всех людей. То есть, и, к сожалению, какая-то часть людей поддавалась этому искушению, но по последним опросам мы видим о том, что, наверное, люди взбодрились, тот экономический кризис, потеря рабочих мест, потеря рынка, голодающие дети, семьи и так далее. Большее количество людей стало возвращаться в Российской Федерации и не могут здесь найти абсолютно работу. И вот эти данные опросов, причем абсолютно не наших, не заказных опросов, там прозападных, американских, вот эти опросы, которые за последние полгода публикуются, говорят о цифрах, что доверие к власти, то есть недоверие к власти более 85-90% и 70% горожан, граждан Молдовы говорят о том, что сторона движется в неверном направлении. Да, цифры, цифрами, многие цифры, теориации социологических исследований были накануне прошлых выборов, но тем не менее, как-то люди, знаете, слишком равнодушны к своему будущему, даже делая выбор, может быть, делают его в угоду каких-то там 7-минутных своих решений, абсолютно не планируя свое будущее. Ну, давайте о выборах ничего не всего. Да, муниципальный совет в четверг, новое очередное заседание муниципального совета, и вот в связи с этим хотелось бы узнать, включение каких вопросов в повестку дня будет требовать партия социалистов? Ну, я тогда скажу, к начну. Я специально распечатал те проекты решений, которые мы предлагаем внести в повестку дня, их более 50, к сожалению, мы не можем все внести, мы можем все внести, но по согласованию с другими фракциями, которые будут готовы за это проголосовать, и мы обосновим, почему вот эти вопросы необходимо в приоритетном порядке внести в первый очередной список, а там остальные вопросы уже земельные, неземельные и так далее, это все остальное. Мы изначально в предыдущей повестке мы предлагали и голосовали за то, чтобы закрыть заседание, отправить всю повестку на пересмотр, и в срочном повестке в порядке открыть новое заседание с приоритетным вопросом. Ну, к примеру, приоритетный вопрос утверждения регламента муниципального совета. У нас на настоящий момент нету регламента муниципального совета, предыдущий был отменен, и нету четких правил работы муниципального совета. Создание аппарата муниципального совета. В настоящий момент мы сталкиваемся с огромным количеством проблем, связанных с чем? Против муниципального совета, В связи с определенными решениями инициируется судебное разбирательство, о которых мы не знаем. И секретарь муниципального совета не информирует нас, муниципальных советников, о том, что есть такой суд. В отсутствие отвечу, отвечу проигрывает. Да, мы, во-первых, в отсутствие раз. Во-вторых, мы не знаем о том, что такой суд вообще был. Мы об этом постфактум, либо когда решение начинает приступать к исполнению решения суда, мы об этом узнаем. И мы пропускаем срок обжалования этих решений. То есть мы могли бы выиграть, если мы просто подали бы обжалование в вышестоящую судебную станцию. Далее. Наделение полномочий муниципальных советников и представителей юристов представлять муниципальный совет в судах, в судебных станциях и в других структурах. В настоящий момент у премарии есть юридическое подразделение, которое представляет интересы и исполнительной части премарии, то есть премарии и муниципального совета. Что в свою очередь является таким противоречием с конфликтом интересов. Потому что часто муниципальный совет конфликтует с исполнительной частью. Это разделение полномочий, они расписаны как следует. Нет, нет, нет. Смотрите, получается, юридический отдел примарии, он представляет интересы и примара и муниципального совета. Если муниципальный совет принимает какое-то решение, примар подает в суд на обжалование этого решения. И юридический отдел, там Диана Гурский или кто-то из юристов, идет и представляет две стороны. Но являясь непосредственным отделом, подчиняющимся примару, конечно, она в первую очередь будет представлять интересы примара, а не муниципального совета. И мы имеем итог, то, что мы проигрываем. Элементарно, вот последний случай. Управление Молдавану, это здравоохранение, подало в суд, но предварительно она написала письмо, чтобы аннулировать распределение... Да, предварительное письмо о распределении этих центров диссанатати из пригородов. То есть сейчас, на данный момент, было решение 2009 года муниципального совета передать на баланс пригородам. Значит, сейчас Управление здравоохранения написало письмо примарии, что мы считаем, что оно незаконно. Не, муниципальному совету. Мы считаем, что оно незаконно. То есть вернуть на баланс... Опять же, обратно прибрать к рукам эти все 27 центров, или сколько там их. Значит, Диана Гурский пишет ему ответ. Да, муниципальный совет считает, что действительно оно было принято с нарушением закона. Он берет это письмо, идет в суд и выигрывает в первой инстанции. И мы об этом узнаем постфактум, вот уже две недели. И сейчас мы в экстрем порядке пытаемся что-то изменить, потому что к нам недавно обратились примари из пригородов со своей болью. Потому что они, получается, у них находятся, они какие-то имели рычаги давления, а сейчас, получается, они изымаются. И это один из примеров, когда мы не контролируем процесс. То есть нам необходим аппарат, который будет обслуживать только муниципальный совет. Ну, понимание, например, ваших коллег с других фракций, вот необходимости такой работы над регламентом, создания регламента, создания этого аппарата, есть? А в целом, конечно, понимание есть, ну, есть разница мнения, то есть каким образом это сделать, как делать, но в целом понимание есть. Есть, конечно, недопонимание, может быть, там, последствия избирательных компаний или там, следующих избирательных компаний. Чувство конкуренции, наверное. Там какое-то чувство конкуренции, иногда наши коллеги, к сожалению, либо подаются дурному влиянию, либо, ну, не пропаганде, сложно так сказать, то есть воздействию либеральных советников. И зачастую непонятно действует, то есть действует в противоречии с интересами горожан и в противоречии с собственными заявлениями о стремлении защитить интересы горожан. То есть у нас бывают такие, но мы стараемся открыто действовать. То есть мы говорили уже неоднократно, все заседания транслируются онлайн, и в том числе комиссии, и мы регулярно, то есть мы не предложили им сказать, ребята, вот наша повестка, мы хотим ее принять. Мы им предлагаем, ребята, изучите, посмотрите, мы предлагаем вот это, вот это. То есть некоторые фракции... Если вы пришли, поддержите или внесите свои изменения? Да, внесите изменения, давайте посмотрим, обсудим, на муниципальном совете эти все вопросы можно обсуждать. Есть проекты решения, проекты решения все прошли, комиссию, пожалуйста. Некоторые фракции у нас, к сожалению, за год не предложили ни одного проекта решений. Но, тем не менее, размещая в интернете там кучу фотографий и имитируя бурную деятельность. Ну, мы об этом иногда вынуждены говорить, когда наши коллеги ошибаются. Мы им не то, что ставим на место, но указываем, говорят, ребята, надо как-то сотрудничать и находить. То есть вы должны определиться, на какой стороне вы находитесь. Ну, я так, насколько я помню, на прошлой неделе Европейская партия, то есть партия Ленка проголосовала, ее представители в Монсовете проголосовали пакетно за штурмирование земельных участков, потом отозвали или не отозвали, или открестились от этого голосования. Ну, не только НПЕ, еще... Ну, они заявили, что отзывают, я имею в виду, а так я понимаю, что еще и наша партия. Заявила наша партия, я думаю, Каша заявила об этом голосовании. Мне тем более удивительно, то есть все земельные вопросы, вот, Виталий, он представитель этой, я не вхожу в эту комиссию коммуналок, ЖКХ, условно ЖКХ. Мы вынуждены были через эту комиссию провести все земельные вопросы, находящиеся в повестке дня. Повестка дня, хочу напомнить телезрителям, не утверждена она, она была предложена Киртуакой, то есть исполнительной властью при Марии. Мы вынуждены были все вопросы провести, и договоренность среди фракций была следующая. То есть были делегированы в данную комиссию, во-первых, в данной комиссии есть представители всех фракций, раз. Мы предложили любой муниципальный советник гражданского общества, при онлайн-камере могут присутствовать. Мы вызывали экономические агенты, физических лиц, если видели вопрос, я зачастую тоже по приглашению комиссии участвовал в данном рассмотрении. Если вопрос вызывает подозрение, мы его отправляли на реэкзаменаре, на пересмотр. Если вопрос не соответствует законодательству, либо градостроительным нормам, мы отклоняли его. Если вопрос, то все соответствует с нормативами, нормами, никому не мешает, не ущемляет ни в чьих интересов. Мы голосовали в том числе и позитивно за эти вопросы, на комиссию утверждали позитивно и предлагали муниципальному совету проголосовать. То есть всем фракциям была возможность убедиться, какие вопросы с нарушениями, какие вопросы с нарушениями. И вот знаменитое голосование за профиспорт на улице, рядом с посольством Катара, чуть выше посольства Украины. Это парковая зона, зеленая С. И разрешить строительство в этой зоне, по нашему мнению, это кощунство. Кишиневцы навсегда потеряют эту ауру природы, когда мы спускаемся по Васильеву, поедем в сторону Молдекс. По слевой стороны мы видим Комсомольское озеро, с правой стороны Дендрари. Панорама, красота. Непонятно, откуда появилось это посольство Катара. Мы знаем о том, что оно тоже через судебное, нелегально появилось, скажем так. И мы легализуем это строительство. И вот они могли убедиться, что здесь нарушение. Тем не менее, комиссия была, рассмотрение было. Вопросы, в котором мы отклонили, либо не отклонили, у всех список был разослан всеми фракциями, они голосуют позитивно. Естественно, мы говорим, ребята, ну что вы делаете? Ну нельзя за вот это голосовать. И постфактум, зная, что отозвать голоса нельзя, они отзывают свои голоса. То есть это политическое шоу и обвинили нас, когда мы вышли из зала в предыдущем заседании, в знак протеста против рассмотрения земельных вопросов. А тогда либеральная фракция пришла рассматривать именно земельные вопросы. Они, к сожалению, мы остались в зале, обеспечив кворум и так далее. Тем не менее, на рассмотрение данных вопросов, когда мы пытались утвердить эту повестку дня, они вышли из зала, заявив, что они хотят участвовать в этом цирке. В каком цирке? Цирк – это утверждение регламента муниципального совета. Цирк – это утверждение аппарата муниципального совета, отдых детей. Вопрос, касающийся центров здоровья. Вопрос о ремонт Штефана Шалмарова, Василии Александрии. Здесь нет ни одного земельного вопроса. Касающих скандальных строек, знаменитая скандальная стройка, которая либеральная партия, представитель либеральной партии «Сиволсервис» возле Кадрянки. Это замначальника либеральной организации по сектору Шкановки, представитель либерального депутата Дырды. На ДИМО строительство ДИМО-1 или Киев-1, где арендателем участка является фирма жены бывшего министра строительства Радукану. Проектную документацию утверждает фирма Аксис Мунди, принадлежащая жене, исполняющей обязанности Карпова. И Карпов подписывает документацию собственной жены на строительство в зоне С и в красных линиях, что просто запрещено по закону. И мы предлагаем рассмотрение вот этих скандальных вопросов. И они говорят, мы не хотим участвовать в цирке. По кладбищам предлагаем это заслушать. По ЖКХ, 16 вопрос. То есть по неавторизованным строительствам, по выдаче документов, по циркуляции документов. Потому что сейчас у нас мы рассматриваем документ с 2016 года, потом рассматриваем с 2010 года. Непонятно, каким образом циркулируют документы в премьерии. А циркулируют, я вам хочу сказать, следующим образом. Документ подписанный зачастую лежит в кабинете. Для того, чтобы внести в повестку дня, нам многие экономические агенты, я думаю, что надо их как-то пригласить на передачу, говорят, вот 500 до нескольких тысяч евро дают, чтобы попасть просто на рассмотрение муниципального совета. Вот таким образом у нас циркулируют вопросы. Мы хотим внести единое окно, по которому по любому вопросу человек обращается в одно окно. Получил документы, рассмотрены в короткий срок, в определенный срок по закону, получил ответ. А какова надежда, что этот регламент попадет на обсуждение муниципального совета? И ваши коллеги из других фракций сумеют проникнуться необходимостью и проголосовать? Мы надеемся, что завтра состоится заседание муниципального совета. Первым вопросом у нас утверждение именно регламента муниципального совета. Они не могут заявить, мы видели реакцию господина Топала, когда в зале муниципального совета было подсчитано количество советников и объявлено о том, что находится кворум 26 муниципальных советников. Господин Топал выбегает из зала, это зрители, у нас есть нарезанное видео, зрители должны знать, как либеральная партия занимается защитой собственных интересов. Они выбегают из зала. Если наши коллеги не захотят рассматривать регламент муниципального совета, мы их подсчитаем не оппозицией, а подсчитаем играющим на руку либеральной партии в связи с тем, что в парламенте в следующей неделе и через неделю будет рассмотрено во втором чтении закон о статусе муниципи Кишинева, по которому полномочия в большей части передаются господину недомерку, как я его называю, так как он до мера недорос еще. И если дважды муниципальный совет отклоняет предложение вот этого человека, то третий раз он может без муниципального совета своим распоряжением подписывать. То есть у нас то, что было до сих пор, нам покажется цветочками, скажем так. То есть это уже получается чуть ли не узурпация власти? Это мы называем узурпацией власти. И даже коллеги из других фракций Народно-Европейской партии, из партии «Наша партия», партия коммунистов, также заявляли о том, что в несоответствии этому закону, проекту закону о статусе муниципи Кишинева, даже директивом Европейского союза, который Молдавия обязала внедрить, согласно соглашению об ассоциации с Европейским союзом. То есть в несоответствии Е. Это у нас так называемая либеральная партия. И хочу добавить, что мы в свою очередь, наша фракция, делаем сейчас все возможное, чтобы завтра состоялось заседание, чтобы мы прошли эти вопросы, которые очень важны. Причем прошли их оперативно, и чтобы не затягивать это заседание опять на долгие месяцы. Поэтому мы пришли к мнению, что мы не будем носить все 50 вопросов, поменьше вопросов внесем, чтобы оперативно их пройти. Мы пытаемся эти вопросы более-менее тщательно рассматривать в комиссиях, и мы комиссию собираем более чаще, для того, чтобы эти вопросы все рассматривать в комиссии, для того, чтобы заседания проходили более оперативно, и чтобы мы принимали решения, которые именно нужны горожанам. Это прямо как цитата из Ленина, «меньше да лучше». Да. Ну, вот вопрос такого рода, а какова судьба инициатива об организации референдума по отставке генерального примара? Мы работаем над этой инициативой. Наши коллеги из Народно-Европейской партии проводили конференцию по этому поводу. Я не знаю точную процедуру, это надо с юристами точнее по поводу референдума, но мы добьемся этого референдума, окажем всяческое содействие и будем проводить этот референдум в связи с тем, что необходимо, срочно, жизненно необходимо для города убрать этого недомерка с поста примара города. Он просто разрушит этот город. Пусть он занимается своими семейными делами или ведет ток-шоу в Румынии, пусть занимается чем хочет, но в город должен прийти твердый хозяйственник, который не будет заниматься политическими вопросами, не будет заниматься кормежкой своей собственной партии, не будет заниматься коррупцией, просто будет развивать город в интересах горожан. Я понимаю, что для организации, для запуска референдума нужны 34 подписи, есть два способа. Либо в муниципальном совете 34 советника проголосуют за организацию референдума, тогда референдум будет объявлен автоматически, либо необходимо собрать, инициировать группу, провести через, утвердить в ЦИК, дальше ее реализуют, выносится решение, судебное решение, необходимо собрать с собой 60 тысяч подписей для начала референдума, и после этого референдумы должны собрать на один голос, больше, чем был отдан за этого человека. Складывается впечатление, что 19 подписей муниципальных советников от партии социалистов, там еще, может быть, доберутся несколько, а остальные будут делать, что готовы помочь, но нет. А вот сколько вы сказали, 60 тысяч, да, подписи кишиневцев? 60 тысяч, да. Коммуникация их собрать будет легче. Я думаю, что это легче будет собрать. Но время покажет в этой ситуации, как она будет дальше. Как, ну, вот чего ждать нам, кишиневцам, от того, что будет происходить в муниципальном совете и в столичной мэрии, каких еще сюрпризов? Я так понимаю, что да, регламент важен, важен для того, чтобы нормализовать работу муниципального совета, наделить его теми полномочиями, которые он по закону, так сказать, должен обладать. И тем не менее, ведь, смотрите, противостояние определенное есть. Мне кажется, даже есть непонимание среди коллег других партий, потому что, ну, голосование по этим земельному пакету показало такую неустойчивость технического большинства или его, так сказать, призрачное присутствие. Тем не менее, вот, на Ваш взгляд, можно ли будет все-таки сформировать какое-то ядро или такой единый центр противостояния, ну, от разграбления Кишинева? Можно я сначала? Мы идем немножко по другому пути. Параллельно мы запускаем процессы, которые невозможно остановить. Процесс транспарентности мы запустили, что все комиссии проходят в онлайн-режим. Уже либералам некуда деваться. Даже раньше их самая важная земельная комиссия, сейчас она транслируется онлайн. Я сейчас скажу, я измально 1 минуту скажу, что в своей бизнесе... Да, да, да. Также же самое. Мы что? Мы хотим запустить процесс единого окна. Мы хотим, не то, что единое окно, которое сейчас, вы идите попробуйте, сдайте документы сейчас в это единое окно. Там отдельный разговор. Значит, второй процесс, который мы хотим, это электронный оборот документации. Если мы запустим, если мы запустим этот процесс, уже не важно от того, то советники, понимая те изменения, которые происходят, они будут двигаться. Вы видели, когда мы голосовали, когда мы запустили этот процесс, когда мы начали голосовать за решения важные для Кишиньоса, у нас было 32-33 голоса, мы единогласно голосовали. Дальше мы хотим запустить процесс по... Убежал мы. Я продолжу мысль. Создаются определенные процессы, по которым отрезается, скажем так, путь к отступлению наших коллег. Вином случае, зрители и жители города Кишинева будут знать, кто что делает в действительности. До сих пор и о транспарентности, вы посмотрите предвыборное обещание этого человека. В 2007 году, в 2011 году, он в 2007 году сделал, обещает открытость, транспарентность премарии. В итоге, мы, оппозиционная партия, в 2015 году приходим в количестве 19 советников, и мы внедряем онлайн-трансляцию. Никакой транспарентности до сих пор не было. То есть, специально была создана мутная вода, в которой, как известно, можно ловить какую-то рыбку. То есть, так, в мутной воде. Когда все прозрачно и чисто, сложно что-то делать. Я вот хочу сказать буквально одну минуту по поводу моей комиссии, земельно-строительной, ну, скажем так. Очень удивительно, я за последнее время с моими коллегами подшучивали немножко. Коллеги, то есть, советники из либеральной партии и других, вынуждены прислушиваться к нашим аргументам, если раньше, в самом начале, они просто, когда им говорили, что, ребята, за этот вопрос нельзя голосовать, нарушение красной линии, за этот вопрос нельзя голосовать, там, секвестр, арестор судебный, и мы не знаем, в чем суть суда. Следующий вопрос, не соответствует гордостроительному коду, там, следующий вопрос, ребят, здесь вообще фальсификация, там, пятый вопрос, неправильный кадастровый код, нельзя голосовать за эти вопросы, это ошибка, это абсурдно, это противоречит нормам. Если раньше, они плевали на это мнение, но мы же за каждый вопрос, который мы сказали, ребят, это нельзя, мы же транслируем, во-первых, онлайн-трансляцию, дальше пишем посты в Фейсбуке, дальше пишем статьи, то есть, мы рассказываем людям об этом, что, ребята, вот в результате этого голосования у вас на детской площадке будет, допустим, стройка. В итоге, вот, вал критики, и вот, почему, Виталий сказал, что Киртвака в понедельник вдруг стал проводить приемы граждан, в результате этого вала критики рейтинг у них ниже плинтуса, и вот на моей земелостроительной комиссии наконец-то мы видим результат нашей работы, стали прислушиваться к нашим мнениям, абсолютно никакой политики, абсолютно никакой политики, ребята, ну, это же противоречит закон, стали прислушиваться к нашим аргументам. Я думаю, что очень актуально вспомнить такую подоложку, особенно после ливня, вода камень точит, не только на Кишиневской асфалье. Я надеюсь, что вот эта вода ваших, ну, так сказать, даже не столько вода, наверное, пламя ваших усилий растопит вот лед недопонимания, скажем так, ваших коллег недопонимания, так сказать, столь наболевшей необходимости вот этих кардинальных изменений на уровне муниципального совета. Потому что вот, чтобы превратиться из органа присутствия в орган законодательный для исполнительной власти Кишинева, тогда, конечно, будет двигаться все. Потому что, в принципе, кишиневцам куда апеллировать? На сегодняшний день они не только могут апеллировать к богатым родственникам, чтобы продолжить денег, для того, чтобы занести в это самое единое окно. Я очень надеюсь, что наши коллеги из партии социалистов в парламенте таким же образом вода камень доточат, наконец-то правоохранительные органы, которые наконец-то заработают и посадят именно тех лиц, которые должны сидеть, которые организовали эту коррупционную систему в премьерии. Вон должен сидеть в тюрьме. А я хочу все-таки добавить, сегодня все-таки 1 июня, я хочу поздравить наших детей и горожан с этим праздником и вообще в республике. И мы как раз сейчас только с этих праздников по всей стране проводят партия социалистов эти праздники. И с праздником вас, дорогие друзья. Идите с праздником. Ну, в общем, тема не детская, но она тем не менее напрямую завязана нашей боли о будущем тех же детей, которые должны в общем-то расти в зеленом красивом городе и гордиться им. Они, знаете, как на Востоке говорят, человека должно повести три раза. У кого родиться, где родиться и на ком жениться. Странными мы будем сами. Я хотел бы, чтобы нашим детям везло во всех случаях. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Будем дальше следить за работой муниципального совета и муниципальными службами и в этой студии поднимать самые злободенные темы. Вам спасибо. До свидания. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас гостя были муниципальные советники Италия Мукана и Александр Одинцов муниципальные советники от партии социалистов. Следите за эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова